Книга открытым оком, 13 том, вопрос 2789, тема Святая Библия. В Евангелии от Иоанна, 18 главе сказано, Как Петр рубанул по уху рабу Малху и отхёк его, и так далее. А на что нам имя этого негодного раба, он больше нигде ни разу не упоминается. А имя хозяина Сионской горницы, где была тайная вечеря, сокрыто. Почему так? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Мы можем только догадываться. Толкования на это нет. Удостоверить неверующих в чуде с Малхом, которого знали, могли спросить у него и найти его. А вот хозяина горницы выявлять было явно нецелесообразно, так как было гонение. Избавленный ангелом из тюрьмы Петр ищет надёжное убежище. Деяние 12.17. Он же, дав знак рукою, чтобы молчали, рассказал им, как Господь вывел его из темницы и сказал, «Уведомьте осем Иакова и братьев». И потом, выйдя, пошёл в другое место. Деяние 9.26. Саввл прибыл в Иерусалим и старался пристать к ученикам, но все боялись его, не веря, что он ученик. Иоанна 19.38. После сего Иосиф из Аримафеи, ученика Иисуса, но тайный и страх от иудеев, просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса. И Пилат позволил. Он пошёл и снял тело Иисуса. Стихотворение. Трудности себе мы создаём, неимоверно тяжкие в нагрузку, из того, что узок окоём, авось небось, как говорят по-русски. То недосмотр привычный и смешной, и легкомысленность с расхлябанностью вкупе, прожрём, прокутим, даже с пустой мошной, в три дорого гнильё и рвань прикупим. Чего не жить бы в этой Гаруси, с её несчастным пространствами и лихом, пристало ли богатому просить международный фонд и исполнять их прихоть. На меморандумах в шестиконечных звёзд, как блох на запоршивившей собаке, осталось лишь спихнуть нас на погост, подбить итог и подсчитать все бабки. В таких просторах разве так нам жить? Природно дармового и не счесть. От горя слёзы в горле запершит, что потеряли веру, совесть, честь. Учителей поганых намело, в советы, в думы, разномастной швали, спустить богатство и страну на слом. Так за кого же опять голосовали? Они куражатся над замершим быдлом, и горбоносно хищно рвут на части. Страну гигант спихнули под уклон, и правят до безумия кричащие. А надо бы нам с Библией в обнимку, жить по-евангельски, нещадно раздавать. Тогда не рожи, ряженые на иконных снимках, а непременно святость, словно дважды два. Вся трудность в том, отверглись от Христа. О вечности из царствия забыли. Бог смоет грех, чтоб землю опростать. А слом остался лишь гнилой навильник. 2005 года, Игнатий Тихонович Лапкин.